В России усилят контроль за формированием цен на медикаменты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Положение о порядке государственного надзора в этой сфере утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Проводить проверки документов, по которым региональными органами здравоохранения рассчитывалось надбавки, станет Федеральная антимонопольная служба. Информация о результатах контроля и принятых мерах по устранению нарушений будет отображаться в едином реестре. Такие мероприятия станут проводиться не чаще одного раза в два года и по утвержденному плану. Однако внеплановые проверки тоже возможны. Основанием для их проведения могут послужить поручения президента, обращения гражданина, либо организации. Важно сохранять баланс на рынке, чтобы цены на жизненно необходимые лекарства оставались доступными для граждан. Проверки запланированы не чаще одного раза в два года. Однако возможно и внеплановое проведение по поручениям президента, правительства, генпрокуратуры и обращениям граждан или организаций. К слову, розничные цены на лекарства, по данным исследований, в первом квартале 2021 года выросли на 9,4%. Относительно аналогичного до пандемийного периода. Наша съемочная группа решила выяснить, сколько в среднем тратят жители твери на лекарства и на какие именно. Сердечно-сосудистые. А вот сколько в среднем в месяц выходит тратить? Это очень приблизительно. Весна и осень профилактическое лечение, и там получится тысяча две как минимум. Ну а меж сезонья, ну там около тысячи. По спецзаболеванию мужу покупаю порядка трех тысяч. Я не знаю точно, но не так, чтобы часто я покупаю. Ну 400 рублей, 600 рублей, разные. По-разному. Я здесь лежала в кардиологии, но там лекарства очень дорогие. Мне где-то получилось в общей сложности около пяти тысяч. Вот, а капли в нос там, я не знаю, около 300 рублей. Какие лекарства покупаете? Сердечные в основном, но и не только. А вот как по цене вообще в среднем? Сколько за месяц получается? Ой, да не считаем. Ну теперь много. Теперь вдвоем покупаем. Ну больше трех тысяч. Больше трех тысяч. Разные, насморка и все. Ну где-то 100 рублей. Примерно какая сумма выходит? 500 рублей в среднем. Это в месяц, в неделю? В неделю. Недешево обходится и лечение от гриппа или ОРВИ. Обычно в список медикаментов входят жаропонижающие, противовирусные и мономодулирующие средства для снятия воспаления горла и от насморка. В среднем полный набор на одного человека составит около полутора тысяч рублей. А если в семье болеет два человека, то, естественно, сумма увеличивается. В то же время для тех, кто заболел коронавирусом, положено предоставление бесплатных лекарств. Льготные препараты доступны не только тем, кого лечили в стационаре, но и амбулаторным пациентам на дому. Лекарства можно получить в аптеках по рецептам врачей.